Здравствуйте! Это новость из Тагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Еще один МСКТ в республике. Республиканская клиническая больница получила новый аппарат. Мастер-класс для депутатов. Чему учат народных избранников? Смотрите через несколько минут. Посредние тренировочные занятия у дагестанских боксеров. Чемпионат России не за горами. Республиканская клиническая больница получила еще один аппарат МСКТ. Это 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф. Напомним, это уже второй подобный аппарат, закупленный для республиканской больницы за последние несколько месяцев. Помещение под его установку было подготовлено в рекордно короткие сроки. Аппарат закуплен в рамках нацпроекта здравоохранения, считается одним из самых мощных в своем классе, особенно эффективен в диагностике онкологии, ангиологии, травматологии, ортопедии, пульмонологии и неврологии. До конца года республика получит еще 17 компьютерных томографов. Впервые в Дагестане для депутатов провели образовательный модуль. В нем приняли участие более 80 человек. В качестве экспертов выступали специалисты из Москвы. Главная цель мероприятия – повысить уровень грамотности местных депутатов для качественного взаимодействия с населением и улучшения жизни людей. Подробности расскажет Хамза Нурмагомедов. Идея создать образовательную площадку для депутатов у руководства «Ас-Патриоты» возникла после того, как из состава актива организации депутатами разных представительных органов по всей республике стали более 300 человек. Однако участвовать в образовательных семинарах захотели другие представители органов власти. Для решения проблемы людей человек должен быть компетентным и грамотным. Но выявили потребность, оказалось, что эта тема интересна всем. И сегодня у нас здесь принимают в данном образовательном модуле, принимают участие депутаты разного уровня, городских, сельских, районных. Мы надеемся, что подобные образовательные модули, они поспособствуют развитию парламентаризма в Дагестане. Участники модуля рассмотрели три основные темы – правотворческая инициатива депутата, новые политические технологии в работе депутата и работа с обращениями граждан. В качестве экспертов выступили специалисты из Москвы. Каким образом сегодня можно делать жизнь своих муниципалитетов лучше, вкладывать в развитие, вкладывать в благополучие граждан. Мы привезли с собой реальные кейсы, расскажем об этом нашим коллегам. Очень надеемся, что наше сегодняшнее здесь присутствие будет для ребят полезным, и мы сможем, может быть, даже в последующем выстроить какие-то общие проекты. Основная аудитория в зале – это молодые люди, впервые вступившие на политический путь. Они приехали из разных муниципалитетов республики с надеждой улучшить качество своей работы. Для нового депутата, для молодого человека, который верит в будущую политику и республики, и страны, это большой толчок не только для карьерного роста, но и, опять-таки, как я говорил, для понимания проблемы на местах, например, Ястово-Саранского района, население Дотель, и решить эти проблемы совместно с населением. Организаторы мероприятия уверены, что подобные образовательные модули, а также созданные ими сообщества «Депутат в политике» станут эффективными площадками для раскрытия потенциала депутатов в Дагестане. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, поселок Тюбе. Накануне состоялась встреча муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Обсуждалась тема защиты здоровья граждан и профилактика наркомании среди молодежи. Муфтий Дагестан оценил работу и пообещал, что муфтият со своей стороны будет оказывать поддержку в этом направлении деятельности. В этот же день муфтий республики встретился с представителями Дагестана и правительства республики в регионах России. На встрече также присутствовал министр по национальной политике и делам религии Эндрик Муслимов, председатель межведомственного совета преминнации Магомед Алиханов, именитые спортсмены. Глава Миннации отметила большую работу в направлении духовно-нравственного и патриотического воспитания, проводимой духовенством Дагестана и представителями нашей республики в регионах страны. По мнению шейха Ахмада Афанди, в основе этой работы лежит любовь к родине. Некоторые люди хотели какую-то политику найти, когда мы едем в регионы. И политику под увеличительным стеклом тоже там найти невозможно, потому что нет. То, что нет, как найти? А почему тогда работаем? Денег нет, политики нет. А почему работаем? Потому что мы патриоты, мы любим родину. Муфтии республики поблагодарил Министерство по национальной политике за сотрудничество. В ходе встречи присутствующие озвучили свои пожелания по улучшению работы, а также выразили благодарность Муфтию Дагестана за подготовку богословов, которые ведут просветительскую деятельность в субъектах страны. А также именитым спортсменам, которые совместно с религиозными деятелями и представителями Миннации республики подключаются к этой работе. Женский центр «Гидаят» организовал незабываемый вечер для женщин в честь своего пятилетия под девизом «Образованная женщина – нравственное поколение». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана, а также Муфтията республики. Подробности в нашем сюжете. Юбилейный вечер женского центра совпал с благословенным месяцем Рабиуль-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад. Мир ему и благословение. Мероприятие такого масштаба проводится уже второй год подряд. Мы в центре «Гидаят» не как на работе, а как в нашей своей большой женской семье находимся. И мы любим друг друга, как родных сестер и наших детей. Вечер традиционно начался с чтения сур священного Корана ученицами женского центра. Юбилей прошел в теплой душевной атмосфере. Воспитанницы центра не только прочитали стихотворения, спели нашиды, но еще и продемонстрировали поучительную театрализованную сценку под названием «Светочей», посвященную лучшему из людей, а именно таким считают своего пророка мусульмане. Постановка повествовала о том, в каком невежественном состоянии находились люди до появления пророка, мир ему. Показала нам, что появление пророка, Савеллава Алиеву Салиму, это наше сплетение. Но далеко не каждый из нас живет по сути пророка Савеллава Алиеву Салиму. Мероприятие наверняка запомнится всем гостям и участникам. Без заряда положительных эмоций не остался никто. Преподаватели, они нам как родители, наши воспитатели, они обучили нас всему. Вот для чего я поступала, искала истинную религию. То есть истинные знания получила здесь, плюс воспитание к тому. Много знаний получила, и эти знания стараюсь передать другим. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Дагестанских боксеров ожидает немаленькое вознаграждение в случае победы на чемпионате России. Призовой фонд чемпионата страны по боксу среди мужчин составит 10 миллионов рублей. Кроме того, победители национального соревнования получат автомобили. Турнир пройдет с 27 ноября по 5 декабря в Оренбурге. По его итогам будет сформирована олимпийская сборная для участия в играх в Токио. Отметим, что сборная Дагестана сегодня приступает к последнему учебно-тренировочному сбору, после которого отправится в Оренбург. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин